Медицина должна быть или вся платной, или вся бесплатной. Когда ты платишь деньги, ты больше следишь за своим здоровьем, потому что понимаешь, сколько твое здоровье стоит. Я пользуюсь, да, медицинской страховкой, и основная причина, почему я ее пользуюсь, потому что мое предприятие, где я работаю, мне предлагают бесплатное медицинское обслуживание. Нет, нет, не пользуюсь. Почему? Не было необходимости. Уже готова я морально к этому, потому что наши поликлиники оставляют желать лучшего. Все вот эти вот условия бесплатные, да, наверное, я готова оплатить и пользоваться частными клиниками, где нормальное обслуживание. Пусть медицина остается бесплатной. Если, не дай бог, или вы, или я, или кто-то из наших близких заболел серьезной болезнью, вот тут должна быть однозначно позиция государства, что этот человек должен лечиться бесплатно. Заработки белорусов тоже не самые лучшие, да, но я считаю, что должен быть выбор, скажем так. Однозначно полностью платная медицина не должна быть, должен быть всегда выбор для пенсионеров, для, скажем так, низших слоев населения, но выбор должен быть всегда. Ну, есть люди, которые не доверяют государственной медицине, и поэтому они готовы использоваться услугами платными. Я не так часто болею, чтобы я переживала по этому поводу. И первое, на что бы я посмотрел, сколько я трачу и сколько стоит страховка, окупает ли она себя. Ну, я думаю, мы скоро придем к этому, потому что уже бесплатная медицина ушла в небытие, и сейчас нужно так четко себе представлять, что все услуги платные. Если ты хочешь получить качественное медицинское обслуживание, то придется выложить какую-то сумму денег. Медицинские услуги на государственном уровне, как я считаю, оказываются на довольно качественном уровне, то, возможно, поэтому у граждан не возникает такой острой необходимости заключения этих договоров со страховыми компаниями. Да, я теми услугами, которые в наших государственных поликлиниках получить не могу или могу получить, но в не том качестве, которым бы мне хотелось, я пользуюсь в платных медицинских центрах. Ну, лично я нет, у меня подруга на работе, им оформляли страховку на год, медицинскую, и это как-то... Ну, она очень мало в себя включает, то есть это как бы трата денег. Просто сходить к узкому специалисту, это уже не входит, это уже отдельная плата, и ты думаешь, ну, зачем ты там 200 баксов заплатил, вот для чего это было вообще? Надо не медстраховку искать, а зарядкой заниматься.